Сандерсон уже совсем скоро приступит к съемкам своей юбилейной десятой картины. Это будет музыкальная комедия, действие которой развернется в 50-е годы прошлого века, вымышлено в французском городе. Съемки будут проходить в небольшом городке на юго-западе Франции, недалеко от Бордо. А вот кто сыграет главную роль, Андерсон не рассказал, но дал подсказку. Это будет актер или актриса, получившая Оскар за последние пять лет. Интернет-пользователи делают разные предположения, но самые популярные варианты это Бри Ларсон и Кейт Бланшетт. Хотя некоторые в социальных сетях считают, что и Леонардо Ди Капри может справиться с ролью в мюзикле. Ну а теперь о другом фильме, который тоже все ждут. Дэнни Бойлу, который отказался снимать нового Джеймса Бонда, нашли замену. 25-й фильм о британском шпионе впервые в истории Бондианы доверили американскому режиссеру Кэрри Фукунаги, создателю первого сезона настоящего детектива. Съемки картины начнутся в марте в Лондоне, а в дату релиза пришлось перенести. Премьера Бонда состоится 14 февраля 2020 года. Суд Калифорния отклонил иск Эшли Джатт, которая обвинила Харви Ванштейна в сексуальных домогательствах. Судья посчитал, что у актрисы нет достаточного количества улик. Правда, ее второй иск, в котором она обвиняет бывшего продюсера в клевете и оскорблениях, суд все-таки продолжит рассматривать. Если в течение следующего месяца Джатт сумеет собрать необходимые доказательства того, что Ванштейн принуждал ее к интимной близости, то она сможет подать повторный иск. В Милане стартовала неделя моды. Один из первых показов провела итальянский модельер Альберто Ферретти. Для своего модного шоу Ферретти собрала самых популярных американских моделей – сестер Хадид, Кендал Дженнер и Каю Гербер. Как отметили журналисты модных изданий, таким образом дизайнер пытается привлечь более молодую аудиторию. Сама Ферретти рассказала, что в новой коллекции она решила воссоздать образ путешественницы из 70-х годов. Личные вещи Робина Уильямса, который покончил с собой 4 года назад, будут проданы на аукционе «Сотбис». Всего будет выставлено более 300 лотов, включая меч и кинжал из фильма «Крюк» и три золотых глобуса. Часть средств продаж будет направлена в благотворительные организации, которые поддерживали актеры и его жена. Аукцион пройдет в октябре в Нью-Йорке.